Всем привет, с вами Прия. Создание нового персонажа это всегда уникальный процесс, но теперь, в дополнение Shadowlands, компания Blizzard сделала его более увлекательным. Мы знаем то, что максимальный левел в Shadowlands будет 60. В тот момент, когда выйдет припатч, наш 120 левел откатится до 50. Это всё в целом интересно, но как это повлияет на персонажей маленького уровня и как это повлияет на персонажей, те, которые, например, только придут в эту игру. Вопрос довольно-таки хороший. В дополнение Shadowlands появился новый остров под названием Остров Изгнанников. Это остров, на котором можно прокачиваться по определенные левелы, делать некоторые квестики, и при этом вас полностью ознакомливают с механикой игры в формате вполне такого динамического обучения. Там даже есть квест, в котором нужно продать итем, и потом купить какой-нибудь итем у торговца. Это просто уникальный квест, который поможет игрокам даже взаимодействовать с торговцами. То есть люди полностью поймут абсолютно всю механику игры, если, например, прокачают этого персонажа на острове. Ну и, само собой, в завершении прокачки там имеется инст. На стриме я полностью этот остров прошел. Прошел это подземелье. Заняло у меня где-то это час, час двадцать. Все абсолютно я сжал в 15 минут. Как говорится, приятного вам просмотра. Может, найдете что-то интересное, веселенькое в этих 15 минутах. Ну, я уж постарался максимально все сжать, чтобы вы увидели только самую полезную и самую интересную информацию. Конечно же, Хуман. Кто же еще? Это не я крест нарисовал, если что. А то вы подумаете, что я вообще уже с фотошопом своим чокнулся. Крестик уберут еще. Не переживайте. ДКшку, да, я только что с ДКшки ушел. Арду чекнуть. Типа видосик ордынский? Ну, там субтитры можно было, кстати, читать. Не знаю, читали вы их или нет. Ну, я надеюсь, то что читали. В любом случае, запись этого стрима будет. И можете абсолютно все почекать в записи. Ничего себе, манекен убил, еще и опыт дали. Прикольно. Ларды нету пока что, стартовая локация. А, ну а что тогда просите? Да, Стефан, скорее всего. Так, что нужно делать? А, с рядовым потренироваться. Ну, давай рядовой. А где мы плывем? Примерно так, чтобы понимать. Я вот не понимаю. А то, знаете, там, на Noob Club я почекал комментарии. Там знаете, что люди говорят? Говорят, стримеры охуели. Вы меня извините. Прям так и пишут. Говорят, стримеры охуели. Им дают альфу, они ничего не багрепортят. Я буду багрепортить. Вот все, что я увижу, я буду багрепортить. Вот крестик этот нужно багрепортить? Вы вот что скажете вообще насчет этого? А, ну да, похитили Мурлоки, да, все верно. Хорошо, поехали. Вот, а почему я на первом левеле? Ну, потому что захотел создать перса первого левела. ДК шаблонного 50-го я уже создал. Поигрался на нем, поделал на нем всякие действия. Дай тебя тоже. Вот. И, ну, думаю, а что и не создать этого персонажика? Ну, и в чате попросили, мол, типа, го, го, посмотрим эту стартовую локацию. Наверное, я говорю, а что бы и нет-то? Давайте посмотрим. О, парарник. Ну-ка, поехали парарнику. Вы сейчас заспамите эту команду, она работать не будет потом. Текстурки поразглядывать? Да, пожалуйста. Да, да, в Аликсаб, потому что первые твои сообщения были о том, что у меня сверлили. А сверлили у меня не в квартире, а просто в комнате. И сверлили батарею. Вот. Так, а что в итоге упало с отворарником? Плащик и там за пять серебра. О, опять крест. А это кто? Подожди. Маргок, что ли? Так, ну-ка, подожди, успеем оба затаргетить? А, это Горгрот. А кто это? Я не знаю такого огра. Огра. Огры-некроманты, серьезно? Что это такое вообще? Огр ДК вообще меня не смущает, если что. Вообще ни разу. Ну, такая интересная, да. Всякие анимации интересные тут. Кабанов уменьшаешь. Ну, они взрываются иногда. Бывает, что. Наука, она такая, беспощадная иногда. Голду тоже отскалировали. Да, конечно, не дождетесь. Что с кабаном произошло? А, сдулся кабан. Не-не-не, чат. Не будет сплющивания голды. Не будет, моя голда, не поделюсь. Ладно, может, сделаю розыгрыш в ближайшее время. Если будете себя хорошо вести. Ну, вы себя хорошо ведете в последнее время. Я прям довольный сижу. Не сглазить бы. А то я вас знаю. Вас похвалишь разок, и вы там потом будете такие на пафосе сидеть. Торт кушали, чай пили. Добро пожаловать. Здорово. Тут, я смотрю, богато живешь. Вылазит такая из паутины. Добро пожаловать. Хочу, давай быстрее сюда. Ну-ка. Ох, уж это азбучка мобов. Райт Райла Дримкетчер. Ну, поехали. Дримкетчер. Ой, Дримчейзер. Как будто, знаете, в каком-то фильме бежим. Я не знаю. Такие краешки черненького цвета. Эти обломки падают. Мы бежим. Это вообще жесть. Ну, это красиво выглядит. Это очень красиво выглядит. Что за клип? Ты пивка не хочешь? Ну, это, ну, реально пивка не хочешь. Вылазит моб из паутины? Это жесть просто. Я защищаю свет. А я защищаю людей на твиче, и что? Свет. Свет. Я бы задумался о словах моба, которые пивка предлагал. У меня дома есть чипсы, у меня есть дома сухарики. Ну, главного ингредиента к этому комбо не имеется. Сори. Вот я, наверное, сейчас триггернул вас на то, что вредной такой пищи вам тоже, наверное, захотелось. Зря я, наверное, это сделал. Ну, сори. Вообще-то не я начал, это моб начал, если что. О! This item don't have icon. Чат, я справился? Я молодец. Это штаны. А то вот, короче, рассказываю еще раз, может кто не слышал, недавно кто присоединился. Есть сайт, называется Noob Club. Хороший сайт, на котором можно все абсолютно глянуть. Модераторы хорошие люди, сами по себе. Ну, типа я знаю их. Хорошие ребята. Вот. И там, знаете, что люди в комментариях пишут? Насчет вот Альфы, насчет вот этого вот всего, насчет стримеров, да, что самое главное. Пишут, говорят, знаете что? Говорят, стримеры охуели. Прям так и пишут, я вам серьезно говорю, без шуток. Прям так и пишут. Вот, цифирую. Говорят, стримеры вообще в край оборзели, им дают Альфу, а они ничего не багрепортят. Вот, поэтому я буду багрепортить абсолютно все, чтобы люди с Noob Club были довольны. Я хочу, чтобы, ну, люди были довольны. Отлично. У тебя, я смотрю, вообще замечательно. Тебя тут тени душат. У меня дела хорошо, а у тебя... Какая приятная встреча. Да просто чудесная, солнышко мое. Привет. Привет! Ну, моб идеальный просто. Добро пожаловать. Они такие... Они такие молодцы. Они радостные, серьезно. Их душат тени. На них кидается ворон. Они добро пожаловать, говорят. Ой. Черт, эти дворфы, они слишком жизнерадостные. Стримеры, бесплатная реклама. Ты что, относишься к нам как к ресурсу? Тебе не стыдно такое высказывать в сторону стримеров? Я бы побоялся. На стриме что-то высказывать о стримерах. Энер, не убью его соло, да? Не, ну можно тройнуть. А, ну, триста есть рядом. Че бы нету. Ну, вообще, да, рестораясь. Мол, типа... А талантов нет пока на этом монке. На десятом будут таланты. Типа, смотри, например, зачем тебе притяжка моба в ПВЕ? Ну, так, если задуматься. Вот, она будет хороша только в ПВП. Притяжка моба в ПВЕ, она ни к чему абсолютно. А меня монах тут похилит? Нет? Ну, да, я дам стан. Ну, пока еще, наверное, да? А, он начал хилить. Все, хорошо. Хорошо. Хорошо, рестораясь, я запомнил. Это окей, хорошо. Тримбард, ну, вот как время идет под вебкой. Столько стрима идет. Интересный мне. То есть, это воин, это монах и это ДК. Не, ну я буду ждать. Минут пять подожду, дальше посмотрим. Нет, вообще, типа, пять дамагеров нужно. То есть, танк, хил даже не рассматривается. Пять ДД просто нужно всего. Ну, не знаю, как в итоге будет на лайве, но в текущий момент это именно так. Опа! Два босса. Тунг и равнир. Ну, посмотрим, что это за данж такой интересный тут. Так, это мы где примерно? Темная цитадель. Это что-то похожее на верховный молот. А у нас тут есть там танк, хил, типа, не? А, у нас есть разбойник в виде игрока. У нас есть генри в виде хила. То есть, НПС. У нас НПСы находятся с нами в данже в виде танка и хила. Ну, игры такие, какие-то интересные сами по себе. Чекайте, насколько ИИ этого капитана топовая. Он даже отпрыгнул в момент своего лоу хп, чтобы вы понимали. Это жесть просто. Самый лучший танк, который только возможен. Серьезно. Вы последите за его действиями. Он не пулит, пока у него не будет фулл хп. Так, что дали интересного? Дали одноручку, которую мы наденем, конечно же. А я могу две одноручки-то уже носить? Нет, не могу еще. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Это ИД, похоже, где хелия. Не-не-не. Верховный молот просто реколор-версия. Да, я побывал в бастионе. Ну, это стартовая локация. Это Shadowlands, как я правильно понимаю. И шаблонные персонажи создаются именно там. Ты можешь глянуть начало прошлого стрима. Ну, потому что у меня был дисконнект, и теперь будет два разных стрима. Две разных записи. Вот. Типа, текущий стрим это второй. Тот, который был, это первый. Вот, запись первого стрима. Глянь, там будет все. Вот, я там тусовался, талантики чекал. Все такое прочее. Ну, боссы такие интересные. Ну, плащик. Ну и что получается? Все на этом? Я ухожу с этого острова или что? Отправляетесь в Штормград? Ох уж эта дикция. Отправляетесь в Штормград на Грифоне Альянса. Ну, поехали на Грифоне Альянса. Че бы нет-то? Не, на девятом левеле даже недоступно окно специализаций. То есть, я сейчас, получается, сдаю этот квест, получаю мундир, получаю 1300 опыта, получаю 10 левел. И вот после этого уже можно будет спеки менять. Так, капитан Герик. Как приятно вернуться в Штормград. Мне все еще предстоит кое-что сделать, чтобы твоя помощь в операции на острове была оценена по достоинству. Пока у меня для тебя есть небольшое задание. Какое? Найдите Линде у ворот. Вот, теперь доступна специализация. Ну, ВВ. Подземелье открыто от Алдогор, от Алдазар. Чего? А, нужен итем левел 270. Ну, сейчас я соберу его, конечно. Че тут? Да это... Тьфу! Вообще, тьфу! Че там 270 итем левел нам собрать? Да, чат? Ну, какая-то... Дайте-ка мне боешечек там. Короче... Езда на 60% это 10-й левел. Езда на 100% по земле это 17-й. Так... Флаймаунт на 150% это 25-й левел. Флаймаунт на 280-й это 27-й левел. Флаймаунт на 310% это 30-й левел. Вот так вот. То есть... 80-й ранее это теперь 30-й. 70-й ранее это теперь 27-й. 60-й ранее это теперь 25-й. 40-й ранее это теперь 17-й. Поговорите с мобом, чтобы сделать таверну свинья и свисток своим домом. Пойдем настроим камень возвращения. Не, ну я подчеркиваю сейчас, конечно, но все же. То есть глянем, что тут за квесты. Не ругайтесь особо, да? В чате. Великие подвиги, наверное, засунут. Эти ачивы. Мм, в наследие. Как и все другие старые достижения. Ну и все, тут уже бэфан начинается. Тут я уже не думаю, что это нужно проходить, крестить и все такое прочее. Как бы вот мы все и посмотрели. А что тут делать в бэфанатком левеле? А, ну терагардское поморье 10-й, тераписятый. Да, абсолютно верно. После того, как мы прокачиваем 10-й левел, мы попадаем в Штормград. И после этого нас отправляют в контент бэфа. В бэфа уже можно качаться с 10-го по 50-й уровень. Если у вас есть полеты, и вы потом апните левел, который требуется для полетов, прокачка пойдет в разы быстрее. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого. Продолжение следует...